Чтобы мест хватило всем, в Белгороде продолжается работа по обеспечению доступности дошкольного образования для маленьких жителей областного центра. Один из способов открытия групп для детсадовцев на базе общеобразовательных учреждений. С 1 сентября в 50-й и 24-й школах работают 4 такие группы. Их посещают около сотни детей. Как проходит адаптация у будущих первоклассников узнала Елена Коржова. Движнюю водичку убрали. Теперь берем гуашевые краски. В краску нужно окунуть только кончик кисти. Так получится аккуратно нарисовать мелкие детали. Воспитатель раскрывает маленький секрет своим подопечным и спешит посмотреть, что же получается у юных художников. А что-то он, лисичка, делает. Что-то несет, схватила мышку. На кого-то достаточно просто обратить внимание, а кому-то для достижения результата обязательно нужна похвала. Индивидуальный подход, как всегда, оправдывает себя. Заинтересовать дошкольников помогает игра, а смена видов деятельности не дает устать и помогает концентрировать внимание. На музыкальном занятии дети разучивают новую песню. Размять голосовые связки помогает дыхательная гимнастика. Игровую часть занятия сменяет образовательная. Дошкольники знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского и слушают отрывок из его детского альбома. Такое разнообразие видов деятельности соответствует возрастным особенностям детей, но главное – радует их самих. Я радуюсь, потому что я иду в детский садик. А чем тебе нравится этот садик? Мне нравится в детском садике, потому что мы тут играемся, а еще кушаем. Мы занимаемся рисованием. Разкрашиваем. А еще? Еще спим. Мне больше всего нравится, как мы ходим на музыкальные занятия. Я люблю петь и танцевать. Мне нравится писать. Я знаю все буквы. То есть режим дня этих детей такой же, как и у сверстников. Утро они начинают с зарядки и завтрака, затем занятия, игры и второй завтрак. Прогулки на свежем воздухе предусмотрены два раза в день. У каждой группы для этого есть своя оборудованная площадка. После обеда, как и положено, наступает время сна. Звонков в спальнях не слышно, так что полноценный отдых обеспечен. Однако при всей схожести с детским садом есть одно, но важное отличие. Эти дети все-таки ходят в школу. Они частично считают себя школьниками. Они радуются. У них какая-то гордость. И как-то вот, если даешь задание, они с большей ответственностью относятся к этому заданию. Одна из главных задач – это научить детей разговаривать, общаться друг с другом. Гаджетов много, компьютеров много. И уходит просто из человеческого общения речь. Поэтому у нас есть ряд мероприятий, это живое слово, когда мы учимся вести диалог друг с другом. Когда мы ставим парты, если обратили внимание, у нас специфические парты, когда можно посадить человека друг против друга. И они могут разговаривать друг с другом, глядя друг в друга в глаза. Это очень важно. Умение слушать и слышать друг друга наверняка пригодится и в будущей школьной, и во взрослой жизни. Пока дети этому только учатся и осваиваются на новом месте. В 50-ю школу они ходят чуть больше месяца. Процесс адаптации еще не завершен, но в целом динамика положительная, говорят педагоги. Своей задачей они видят формирование коллектива, дружных классов, которым уже в следующем году предстоит влиться в большую школьную семью. Елена Коржова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.